Добрый день, друзья! И именно под эти звуки в Израиле наши братья и сестры бегут в ломбоубежище, в любое укрытие, какое только можно. Чем же мы можем помочь им отсюда? Единственное, чем мы можем им помочь, это устраивать такие митинги. Один из главных лозунгов нашего митинга, это то, что Израиль имеет право на самооборону. Я хочу сказать, что это не совсем право, потому что государство имеет не совсем право на самооборону. Это долг, долг перед своими гражданами, защищать этих граждан. Иначе для чего нужно государство? И в каком-то смысле мы все сюда пришли, и это здорово, да, это мы поддержали государство Израиль. И мы уже этим сделали что-то хорошее, мы сделали какое-то доброе дело. Как-то не парадоксально мы в каком-то смысле исполнили свой долг, а не свое право. Потому что сегодня поддержка Израиля это некая лакмусовая бумажка порядочного человека в стране, в мире. Потому что ни один, скажем так, ни один нормальный человек, все нормальные люди сегодня поддерживают государство Израиль. Ибо невозможно не поддержать государство, которое в одиночестве борется с морем терроризма, борется с некой варварской волной, борется с религиозным фанатизмом. По-другому просто невозможно поступить. Я знаю, что в России евреи немного побаиваются митингом, опасаются, особенно на еврейские темы. Как видите, это не страшно, все хорошо. Наоборот, даже охраняет милиция, полиция. И это естественно, это нормально, так и должно быть. Израиль прав в том, что он пытается защитить своих мирных жителей. Любое другое государство сделало бы точно так же, поступило бы так же. Надо понять, что Израиль ведет очень гуманную войну. Он заранее предупреждает людей, которых будет бомбить. Он заранее говорит о выбранных целях. Он старается не стрелять по террористам, если они прикрываются своими детьми. Но одновременно за эту гуманную войну Израиль платит жизнями своих солдат. Наверное, этим мы отличаемся от своих врагов. Мы и вправду гуманны, мы другие. Мы не можем не ценить человеческую жизнь. Я хочу приветствовать Раби Наума. Давайте поаплодируем. Раби Наума. 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 Она находится под огнем террористической организации, которая делает двойное преступление. Она не только обстреливает мирное население Израиля, она использует свое население как защиту, как щит, как живой щит и таким образом рискует их жизнь. Поэтому ответственной за жизни сотни палестинцев является террористическая организация ХАМАС и ни в коем случае Израиль. Израиль, как уже говорилось, рискуя жизнью своих солдатов, делает все, чтобы удары были точечные именно откуда идет огонь. А огонь идет из-под больниц, из-под мечетей, из-под школ, в том числе школ, которые находятся под контролем Организации Объединенных Наций. Нету такой ситуации нигде в мире. Вот с таким врагом у нас идет борьба. И эту борьбу мы победим. Пусть не будет ни у кого сомнения. Зовут человека Алекс, и он израильтянин. Этим много сказано? Да, несмотря на то, что я родился в России, но тем не менее я тоже новый репатриант. Я новый репатриант и сейчас я израильтянин, я живу в Израиле. И несмотря ни на что, я призываюсь сразу после того, как прилетаю в Израиль. У меня тоже есть много друзей. У меня есть любимая девушка, которая сейчас живет в Аждоде, и она постоянно находится под обстрелом. И, честно говоря, я сейчас смотрю на всех людей, которые здесь. И я чувствую, что Израиль не один. Спасибо вам большое. Нас обвиняют в том, что мы оккупировали территории, которые исходно принадлежали нам, в том, что мы занимаем территорию, которая нам принадлежит, которую мы ему угнетаем арабов. Я хочу подчеркнуть один небольшой факт, который вам, наверное, всем достоверно известен. С 1948 года, как было создано государство Израиль, государство Израиль создало не одно чудо, которое мы пользуемся. Как известно, WhatsApp, Viber, ICQ, Microsoft XP, Intel и многие-многие разработки, которые пользуются весь мир, они были разработаны на территории Израиля. И мы все ими пользуемся, и с помощью наших мозгов, с помощью наших ученых, в том числе и русскоговорящих, которые приехали в 90-е годы. Я хочу задать вопрос. А где же те арабы, которые проживали с той же даты, с 1948 года? И что они создали? Где есть достижения? Ведь помимо того террора, который несет территорию государства Израиль, я не вижу и не знаю ни одно достижение. Может, здесь вы собравшиеся, где собрался около сотни, двух сотен человек, может, вы знаете то достижение, которым они могут похвастаться и сказать, да, мы действительно измерили мир к лучшему. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Израиль, мы с тобой! Израиль, мы с тобой! Израиль, мы с тобой!